Сегодня мы постараемся разобраться с вопросом, какие дрожжи для виноделия вам применять, дикие или из магазина. Присоединяйтесь, поехали! Присоединяйтесь, поехали! Многие самогонщики, начинающие виноделы, задаются вопросом, какие дрожжи им применять для приготовления домашнего вина, дикие или из магазина. Из магазина дрожжи называют еще искусственными, это очень неправильно, я попозже объясню, почему так. В этом видео я хочу поделиться своим личным опытом и высказать свое личное мнение, которое может не соответствовать мнению других виноделов по поводу дрожжей из магазина и диких дрожжей. К чему все это видео? Я достаточно часто слышу от виноделов, которые первый раз делают, они вот прочитают где-то в интернете, что лучшее вино получается с дикими дрожжами, то есть это дрожжи, которые естественным путем содержатся на поверхности тех фруктов или ягод, которые вы срываете у себя в саду. И вот именно на этих дрожжах получается настоящее классное вино, а если вы покупаете дрожжи в магазине, это уже все от лукавого, это искусственные дрожжи, это искусственное вино и так далее, и так далее. Так ли это на самом деле? Значит, исходя из своего опыта могу сказать следующее. Вам не стоит бояться применять дрожжи из магазина, более того, в каких-то случаях это просто необходимо. Объясню свою позицию. Значит, исходя из моего опыта, я готовил вино в Смоленской области, я готовил вино, будучи в Турции, и у меня есть опыт моих коллег, которые готовили вино, которые проживают в Ленинградской области и даже в Финляндии. Вот что я могу сказать. Когда я готовил вино в Турции, я готовил его на диких дрожжах, и это вино созревало буквально за две недели, а то и за 10 дней. Брожение было активно, буквально такое же, как и когда вы ставите брагу на спиртовых дрожжах. То есть, активное быстрое брожение, спиртуозность вина была 12-13%, что меня очень удивило на самом деле, и всё получалось прекрасно. Значит, когда я готовил вино в Смоленской области, у меня брожение было достаточно тихое, и длилось оно от месяца до полутора, иногда даже доходило до двух месяцев. Гидрозатвор булькал очень лениво, и для приготовления вина в Смоленской области на диких дрожжах тратится гораздо больше времени. Один зритель канала, который проживает в Финляндии, поделился со мной тем, что он тоже делал вино на диких дрожжах. Вино это бродило порядка 3-4 месяцев, и брожение было настолько слабое, что даже гидрозатвор практически не булькал. То есть, он определял, что вино всё-таки бродит, открывая свою бочку, пробуя, и через неделю-две понимая, что спиртуозность всё-таки увеличивается, он продолжал делать это вино. Отсюда я сделал какой вывод? Значит, дрожжи дикие, их сила зависит от того региона, где они, в общем-то, живут. То есть, чем южнее, тем более сильные дикие дрожжи, и чем севернее, тем они более слабые. Таким образом, если вы проживаете в южных широтах, я имею в виду Турция, Грузия, Армения, вы при приготовлении своего домашнего вина можете действительно обойтись только дикими дрожжами. Вам ничего покупать не надо, ибо климат тёплый и мягкий, дрожжи сильные, и ваше вино будет готово достаточно быстро. Если вы проживаете в умеренном поясе, то есть, допустим, Москва, Смоленская область и так далее, то в данном случае вы можете, конечно, выбрать дикие дрожжи или дрожжи из магазина. Но если вы убираете дикие дрожжи, вы должны быть готовы к тому, что ваше вино бродить будет достаточно долго. А вот если вы проживаете в северных регионах, Ленинградская область, Финляндия и так далее, то, на мой взгляд, делать там вино на диких дрожжах – это идея так себе. Слишком много времени, слишком высока вероятность того, что ваше вино превратится в уксус, поскольку стоит оно достаточно долго, и здесь вам уже лучше использовать просто дрожжи из магазина. Вы сэкономите время и сэкономите нервы. Теперь по поводу дрожжей из магазина. Многие говорят, что это искусственные дрожжи, и этот эпитет искусственный мне абсолютно не нравится, потому что дрожжи – это живой организм, и они не могут быть искусственными. Понимаете, аллегория такая вот грубая. Вот есть дворняжка – собака, а есть породистые собаки, например, московская сторожевая. Но никто не может московскую сторожевую или другую породу собак назвать искусственной. Да, эти породы выведены человеком для того, чтобы усилить те или иные качества, которые человек хотел получить в данном породе собаки. Вот в московской сторожевой – это сторожевые качества данного собаки. Есть собаки с ярко выраженными качествами пастушечьих собак, охотничьих и так далее. Всё это помогает человеку решать те проблемы, которые он хочет, и получать ту помощь от собаки, которую он желает получить. То же самое можно сказать и с дрожжами. Что дрожжи из магазина, или как их называют, искусственные – это дрожжи, штаммы дрожжей, выведенные человеком, для того, чтобы в них были усилены те качества, которые нам с вами необходимы. То есть, выдерживание большей спиртуозности, более быстрое брожение и так далее. То есть, другими словами, дрожжи, которые в магазине, на мой взгляд, ничем не хуже, чем дикие дрожжи, а во многих вариантах и превосходят дикие дрожжи. Соответственно, бояться того, что вы купили дрожжи из магазина, и ваше вино получается вином от лукавого, это, ну, даже критиковать здесь нет смысла, потому что это полностью не соответствует действительности. Таким образом, понимаете, вот эта фраза, что у меня вино на диких дрожжах, этой фразой могут гордиться люди, которые проживают в южных регионах, как я сказал. Турция, Грузия, Армения, Кубанский край, Крым, там, так далее. Здесь, да, вы можете обойтись дикими дрожжами, и все прекрасно. И вы, говоря, что у вас вино на диких дрожжах, будете этим гордиться, хотя на самом деле оно точно такое же, как и то вино, которое сделано в Финляндии, только на дрожжах из магазина. Я, надеюсь, я довел до вас свою позицию. Еще раз повторю, что я выражал чисто свое мнение, основанное на моем опыте. А в этот сезон, когда вы будете ставить вино, если вы в средней полосе России, в умеренном климате, я все-таки советую вам использовать дрожжи из магазина. Просто за короткий сезон вы сделаете гораздо больше вина, чем то вино, которое вы сделали бы на диких дрожжах. А на сегодня все. С вами был Самогун Саныч. Пишите комментарии, ставьте лайки. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолей! Субтитры сделал DimaTorzok